Историк Филипп Шат говорит, что путь от писания иудеев, апостолов и к язычникам, отцам веры, то есть, как мы говорим, это путь от города, находящегося в прекрасной оазисе, в сухой и бесплодной пустыне. То, что заповедовали нам апостолы и пророки, говорится, на учениях апостолов и пророков, отходилось и больше ссылалось на отцов церкви, которые, в свою очередь, не имели никаких корней к самому иудаизму. Самый ранний, первый такой богослов, можно говорить, и теолог ранней общины, это был Орегон. Считают его, что он был учеником или последователем Иоанна Крестителя, Иоанна Богослова, последнего ученика Ишуа. Но он все-таки не был иудеем, поэтому были особенные погрешности. Орегон жил в 185 году под 254 год. Что интересно, для того, что, знаете, вот есть принципы каких-то верований, есть у людей какие-то основы. Вот пришла ему какая-то идея, и люди очень сильно утверждаются в этом. И сегодня много сектантских движений. Но Орегон, для того, чтобы обосновывать свою теологию, которая считалась уже на тот момент одной из самых серьезных теологий христианства, он использовал две формы греческого мышления. Это неоплатонизм, неоплатонизм, а также стоицизм. Он смешал и привил это к христианству. Почему это так было важно? Все-таки греческое мышление – стоицизм. 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 Да, стоицизм. Я почитаю, что имело в основе этих вещей. Татьяна, за тебя помолиться, все нормально? Помолимся за нее сейчас, что здесь не со здоровьем. А виношеба шамам, Отец небесное, во имя, шуам, просим тебя за каждого ученика, просто за Татьяну, чтобы мы были Господь, благословен тобой, исцели. И если что-то неправильно в организме, во имя, шуам, просим, прикоснись и действуй в нас. Благословенно имя Твоем. Аминь. Почему я об этом говорю? Потому что греческое мышление уже было создано. Оно уже было в действии. И христианство нужно было ввести в это мышление. Это была потеря в Первой Церкви. Что греческое мышление входило в их образ жизни. Я почитаю что-то. Что значит неоплатонизм. У меня здесь специальные закладки есть. Идеалистическое направление античной философии. Это 3-5 века. Соединяющие в систематизированные элементы философии Платона и Аристотеля. Восточное учение. Наиболее известным и значительным выражением идей неоплатонизма является Плотин. Вот доктрины. Парадигма неоплатонизма сводится к диалектике Платоновской триады единое ум и душа. То есть, я предполагаю, что там триада от слова Троица. И включается, начинается. Потому что слово Троица, мы не видим это в Писании. Понимите, что мы не видим слово Троица в Писании. Мы понимаем, что Бог трехедин. И Ишу об этом говорит. Что я во мне, Бог во мне, я в нем. И в Дух Святой как лично. Понятно, да? Но таинство это, оно было настолько сильным. И для того, чтобы объединить в христианстве какие-то вещи, употребляется вот именно философия такая. Потом в концепции ступенчатого удовлетворения перехода от высшей к низшему существу. То есть, к разнообразности материи. То есть, высшая материя начинается, низшая материя. Какие они бывают. И как бы, если смотрим в христианство, они тоже начинают. Что-то есть высшее, что-то низшее есть. Мистическому интеллектуализму, как я хочу сказать. Это высшему познанию божества. То есть, надо его раскрутить. Надо его познать. Интеллектом познать. Да. И последнее такое. Это освобождение души человека от материальной обремененности. Достижение чистой духовности с помощью экскезы. Или это называется экстаза. В нирвану вошел. Это неоплатинизм. Неоплатинизм. Сейчас, извините, я сделаю сейчас. Стоицизм. Это философская школа, возникшая во времена раннего эллинизма. Сохранилась до античного мира. Которая переводится как расписной портик. Не знаю, что такое. Вот этот портал, наверное, расписной. Основывается на логике, физику и этику. Помните, логичность. Греки любили показать себе, что надо умом познать весь мир, всю вселенную. Они сравнивали философию как с фруктовым садом. Все в нем возможно, нужно все испытывать. Например, логика. Такая простая вещь, как если есть буква А, то есть и В это должно быть. А есть, но существует как бы А. Следовательно, тогда будет и В. Почему я говорю об этом? А в одном из ранних апокрифических писаний, которые были написаны, было такое понятие, как Евангелие детства. И там они писали, что Иешуа был очень влиятельным. И многие раввины или учителя, когда он был маленьким, ему говорили, спрашивали его. Скажи Алиф. Он говорит, я скажу Алиф, если ты мне скажешь, откуда Бейт пришел. Ну, происхождение Бейт. То есть, показывали как бы строптивость. И это ранние апокрифы. Это примерно к этому времени. Четвертый, пятый век. Понимаете, да? Сам это апокрифические такие рассказы. Оттуда же вышел и апокриф, который иудеи написали. Это дал Иешуа, это проклятый, да? И там тоже они употребляют эту фразу, что Иешуа практически был бунтарем из детства. И когда ему говорили учителя, скажи Алиф, то есть, скажи А. Он говорит, я скажу А, если ты мне скажешь, откуда произошла буква Б. И мы видим, что это основывается на статцизме. Если существу, если есть А, значит, за ним идет Б. А если есть А, значит, обязательно должна быть В. Но другой, если есть А, то есть, есть и В. Но в В не существует, следовательно, и нет А. То есть, откуда пришло А, в В мы не знаем. Но если нету В, значит, откуда же тогда будет А. То есть, в путь. И так замучены. Это вот философия у них замученная такая была. И вот эти вот два учения, там идет физика, там идет этика. Я не буду все это вам говорить, потому что это еще урок философии. Но именно Платон, Орегон начинает использовать два философских направления, которые были очень распространены в Греции, и связывать его с христианством. Для того, чтобы так вот развивать и достигать христианства этим образом, он начинает аллегориями говорить Писание. Он начинает объяснять аллегорию, аллегорические, священное Писание. То есть, сравнивать. Это таким мистическим, как бы, что на что похоже. Он начинает делать Слово Божие более духовным. Он пытается его сделать более духовным, изменяя смысл оригинала. Как бы такой вот фантазией, как бы тем аллегорическими интерпретацией. Он использует это к текстам Библии. Орегон первый выдвинул теорию о том, что церковь заменила Израиль, как избранный Богом народ. Понимаете, да? Вот, отходя от основ христианства и перемены, которые длились позже, Орегон фактически употребляет греческую мифологию или же даже мышление, для того, чтобы использовать христианство как противовес иудейству. То есть, Бог отвергает Израиль, а теперь мы новый Израиль. Слово, да? Встречайте сегодня такие моменты, да? Чаще всего говорят, мы новый Израиль. В действительности, можно сказать, в Вишуа Мессии нет уже ни Иудеи, ни Грека, да? Но мы одно, мы новое творение Богом созданное. Богом, Вишуа умерзанное за всех, равно. Но принцип здесь, который Орегон вставляет, мы действительно новое творение. И Бог избрал нас, а Израиль, Он отвергнул. Не было этого мышления первой общины, первого-второго столетия. Такого мышления не было. Возможно, наиболее огорчающей переменой стало то, что именно община, церковь, пытается уйти от библейских истин. Самое трагическое, что начало происходить, церковь начинает уходить от библейских истин. по причине своего языческого мышления. Они переходят в спасение по вере в Ишуа, переходят, что спасение по вере, потому что... Имеется в виду, я верю, что Божье Слово непоколебимо, и если оно говорит о том, что нам нельзя делать это, нельзя это, совершая эти поступки, ты получишь свое спасение. Первая апостольская община, они верили в позицию другую. Все, что происходит в твоей жизни, исполнение законов, не дает гарантии тебе, если ты не принял жертву Ишуа, Мессия, как спасителя и совершителя твоей веры. То есть, очищение твоей совести от греха по вере в Ишуа. И здесь переход идет к чему-то, к каким-то действиям. Спасение становится в это время уже интеллектуальным согласием с определенными доктринами. В этот момент уже начинается такое... Это питается, как небеса только для избранных. В действительности, если вы возьмете Писание, вы можете понять, что Он уготовил, кого предузнал, то те, кто Он их спас. Кто-то заранее, Бог говорит, что я действительно страдал за тех, кто будет особенными. Но вот тут этот поворот, из-за того, что этот оборот идет таким образом, аллегорическим поворотом, тогда уже небеса стали как для многих фарисеев и книжников. Если ты должен что-то сделать, обязанным ты должен что-то сделать, чтобы попасть на небеса. Но в действительности, если мы будем разбирать теологию, мы получаем спасение по вере, Бешуа Мессия, вере в Него. Но совершая наш путь на земле, мы приготовляем себе место. И я понимаю, что потом идет разогласие между тем, если однажды спасен, спасен навеки, или другие говорят, нет, мы должны страдать, чтобы получить свое спасение. Идет разветвление. Но первая апостольская община, они говорили другими словами, как Яков говорит, покажи веру твою без дел. Я покажу свою веру из дел моих. Имеется в виду, не делами я спасаюсь, я показываю то, что я поверил в Ешуа, я принял личным спасителем. По этой причине, любя Бога, любя Его народ, я буду делать так, как говорит об этом Писании. Я покажу тебе, что я по-настоящему верующий, и ты увидишь это из моих дел. Подтверждая то, что Ешуа говорит, по плодам их узнаете. По плодам их узнаете. И он начинает говорить о деревьях. Этот принцип, он очень сильно сейчас всовывается в это время в христианство. Что есть избранность, небеса становятся запретными, то есть только лишь для избранных. и доктринально как бы правильное положение. Ты христианин, ты попадаешь. Если ты уйдей, ты не попадаешь в небеса. Страшная штука. Вместо того, в кого мы все верим, чтобы спастись, понимаем, что Ешуа в результате стало, какие доктрины должны мы делать, чтобы спастись. Что мы должны доктринально сделать, чтобы получить спасение. Другими словами, такая вот разношортность христианства, которое было в то время, мы говорили, это примерно 10 миллионов людей, и они были, как бы сказать, не централизированы. Там были обучения апостолов, там учения было апостолов и пророков, но относительно этнических позиций они были различны. Понимаете, о чем я говорю? Некоторые моют руки перед едой, некоторые не моют руки перед едой. Одни покрывали голову, другие не покрывали. Понимаете, одни приходили в синагогу полностью покрыты, других греческих одеждах. Понимаете, о чем я говорю? И это не смущало людей, потому что на этот канон не было. Здесь начинается канонизирование, то есть позиции, каким ты должен быть, как христианином, чтобы наследовать Царство Небесное. Эти перемены очень ограничивали распространение Евангелия. Вот такие доктринальные позиции, они ограничивали. И Константин усугубил их. Он сделал их более централизованными, более одел их в одежды, вот именно такие ограничения. В поместные общины, которые были в Испании, которые были в Индии, которые находились в Северной Африке, они были в гонениях, если вы помните, и при этом гонениях, они чувствовали себя свободными, свободными в самой литургии, они были свободны, где собираться, как собираться, большими, малыми группами. Но центр был Христос, Мессия. Как эти перемены повлияли на общину? Очень просто. Библейская вера, вера отцов, вера Авраама, Цаха, Якова и вера Ишуа Мессии, потому что Ишуа говорил, я пришел не изменить закон, но исполнить. И все доктринальные положения Ишуа были основаны на двух основных позициях. Люби Господа твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим и ближнего, как самого себя. На этом основа. И он говорил о работе. Если ты любишь Бога, ты должен любить и людей. Делая добро людям, ты даешь Богу взаимодействовать. Понимаете, да? То есть, Бог будет на твоей стороне, когда у тебя будет правильное отношение с человеком. И библейские позиции смешиваются теперь с греческим язычеством в это время. Четыре сферы, в которые пришли перемены в жизнь общины, очень радикально. Первое. позиция верующих относительно Богу. Относительно к Богу. О чем я говорю? Древнееврейская позиция к Богу – это люби Господа, Бога твоим, всем сердцем твоим, всем разумением твоим. Понимаете, да? Это всегда было. Да, действительно. Мы посмотрим истории в Евангелии, смотрим, что описывается. Да, действительно. Фарисейская община, Садюкейская община, они как бы выражались своим закончеством. Они там какие-то законы делали, стремились, но их мышление было, чтобы пришла святость. И Павел говорит об этом, Равшау говорит, что я по учению, я кто? Фарисей. Что это? Он себе говорит, типа я глупый законник и так далее. Нет, он говорит, по учению я фарисей, я понимаю, о чем я говорю, что даже мы пытались именно сделать фарисейство, именно у себя ограничить какими-то вещами, чтобы грех не госпослал над нами и таким образом, когда греха не будет в обществе, не сия придет. То есть, прилагая усилия, с силою взять это царство. Понимаете, да? Но понимаю, что мы сейчас говорим о том, что прилагающие усилия восхищает. Не имеется в виду, что из закона исполнения до последнего иоты. И Шуа говорит, что вы самое главное забыли, почитать своего отца и мать. Вы там за все даете десятины, а самую главную заповедь, которые с обетования, почитать самую, вы не исполняете. Вот это плохо. Здесь же начинается дряние еврейской позиции, это отношение к Богу было потрачено. Отношение с Богом у Израиля всегда было на первом месте. Как угодить Богу? До сегодняшнего дня, если имя Господа Бога нашего, в Израиле, в синагоге, имя его не произносится. Настолько для них это, понятно, что на сегодняшний день это законничество, с одной стороны, а с другой стороны, это богопочтение. Поэтому они всегда говорят, Господь просто. Господь. Что значит Господь? Это царь. Правильно, да? Ягве, они не пишут. Они пытаются упростить этот момент. И даже существует такая традиция. Это было раньше, когда Софер переписывал Тору. Доходя до имя Ягве, то есть имя Бога, он менял инструмент, брал другую совсем, писающую палочку и писал его имя именно через аббревиатуру и не другим совсем имя, ну, пером. Как бы настолько для них это было свято. И они пытались прилепиться. Для евреев имя Бога воспринималось через Щу святым. Поэтому они пытались привлечь Ишуа к ответу, что он называл себя Сыном Божиим. И они говорят, это все, это богохульство, себя сделать равным Богу. Понятно, сколько... Можно было понять и осудить сейчас парисеев. За то, что они как бы применили силу и надругались, знали Ишуа и в конце концов его распили. Но их дерзновение, их не вот богоискание, может быть, не давало им, наверное, выйти из этой свободы, которая... И предположить, что Бог пошлет своего сына. Вот, знаете, может быть, им чересчур это трепетание перед этим всем именем Бога. Может быть. И сам Павел говорит, я был ревнитель, я гнал церковь. Он говорит, почему он был ревнитель? Он был по имени Бога. То есть, он хотел угодить Богу всем сердцем, всей своей жизнью, показать, что он сильный и ревнитель. И для евреев это было очень большим аргументом, чтобы приравнять себя к Богу. Это было, ну, страшно, страшно. И по этой причине многие, которые восставали так называемые Мессии, да, были отвергнуты еврейским народом. Потому что Мессия, посланник от Бога, приравненный к Богу, который носил на себе имена Господа, который приносил свободу. И если человек провозглашал себя, и для них это было проблемой. У римлян и греков никогда не было подобного почтения. У греков и римлян никогда не было такого почтения относительно именно Бога Всевышнего. и вообще к Богам. У них, они же, в их мифологиях, если вы помните, у их Богов всегда были те же, ну, склонности и слабости, как у людей. Убейте кота. те же, те же слабости, по-моему, они там, Боги развращались в сексуальных каких-то своих, покушать, пожрать, там, как бы, все, и войны устраивать. То есть, слабости человеческие, да, и для них не было понятно, что Бог Израиля, Бог Израиля, да, Он в войнах не участвует, он богословляет и тех, и других, как бы так, дочь идет на тех, и на других, то есть, понимаете, да, то есть, непонятно, так как бы, что Он, у евреев, наш Бог, Он, Он безгрешный, Он святой, Он святость, у греков, они такие, как и мы, только, ну, как бы, немножко другой статус. И вот это вот понятие, вот, оно начиналось смешиваться с христианством, понятие, вот, позиции, отношения к Богу. Для иудеев личность Бога была огромной почтением. Бог не был субъектом анализов. Имеется анализировать, что, почему и как Бог делает. Написано, Он захотел и сделал, все сказали, аминь, да, Он был объектом поклонения. И мы видим, это автонахи, Моисей говорит, мы пойдем в три дня пути, чтобы что? Поклониться. Не было анализа, почему, что и как и где. иудеи знали, что крошечный человеческий разум никогда не будет способен понять Бога. И до сих пор остается та же самая позиция. Мы Бога познать не можем. И Писание в этом говорит, что есть глубина, что ширина, да, кто может познать разум Христов? Кто? Кто может познать? И вот эта позиция иудейской общины, общины первого века, они не входили в дебри, а почему, а зачем, и логически. Вот здесь с Орегоном входит именно эта философия, философия неоплатонизма и стацизма. Подумать, как, что, зачем должно идти? Что? И все. Уже по-другому сказать, что греческое мышление, с другой стороны, возносило человеческий разум над Богом. То есть, они понимали, что должно быть всему своя логика. Они предполагали, что если мы сотворены Богом, значит, мы способны продумать, просчитать и что, зачем и почему Бог так делает. Что человек может контролировать ситуацию. Имеется в виду, принес жертву вовремя в каком-то там деянии, понимаешь по-логически, что ты поприносил им и все, задобрить его. И дожарь там, какие-то вещи не будет. У евреев Бог удивительный. Ты его задобрить в жертвы невозможно. Ты не можешь откупиться. Ты приносишь жертвы, потому что ты благодарен Богу за свою спасенную жизнь. Больше перемен. Это было проконтролировать и логически просчитать Бога. Они предполагали, что Бога как субъекта Вселенной можно просчитать. фактически когда церковь потеряла иудейский образ мышления, что Бога невозможно просчитать, что Бог это не существо, которое можно логически продумать, потому что по-иудейски это невозможно. И если вы посмотрите, общаясь с евреями, они принимают свою судьбу как происходящее, как должно быть. Имеется ввиду, сегодня Бог дал изобилие, мы будем процветать, завтра у нас проблемы, будем страдать, всему свое время под небесами, поэтому будем покорны Богу и будем поклоняться в любой позиции, ситуации, мы будем благодарны Богу. Вот это было мышление еврейское, греческое нужно было просчитать. И когда это пришло в церковь, отказавшись от иудейской позиции, началось крушение, началось греческое интеллектуальное просчитывание Бога, то есть доктринальное, что нужно сделать, чтобы освободиться. Оттуда и пошла позиция клевопреломления, до многих позиций иметься ввиду, если ты неправ и ты грешишь, ты не имеешь права подойти к трапезе. Фактически это правильно, но если брать логически, практически подходит все правильно, святыня, но если брать по Писанию, Бог говорит очень просто, если мы исповедуем свои грехи, то есть мы осознав свой грех, думая о смерти и то, что сделал для нас вешуа, мы каемся, то, что может препятствовать нам укрепить это обещание клевопреломления, да, вот эта позиция должна быть общины церкви, что ты раскаявший в своих делах, да, и ты закрепляешь это путем завета и обещания Богу служить ему чистой совестью, но в данной позиции церковь начала отрезать, если ты согрешил, ты должен принести достойный плод покаяния, а мы не знаем, как это должно быть, и логически, ты должен, наверное, иметь смирение, иметь какую-то одежду и все остальное, если это не происходит, ты не имеешь права поступать, потому что там написано, если кто недостойно поступать, будет виновен против крови и плоти Господа, все, начались позиции, церковь или община первого века, они были свободны, они проломляли хлеб, они исповедовали свои грехи, они приходили к единству, хорошим примером стал Халдиконский собор, этот собор провели в 451 году, Халкидонский собор, этот собор решал божественность, божественность и человечность Ишуа Мессии, там пришло три партии пришло, одни верили по-разному, вот три партии по-разному они понимали божественность и человечность Ишуа Мессии, там были стороны спора, вели об Ишуа дискуссии, согласие, что он был Богом и человеком, предметом дебата были определенности как человечности, так и божественности соответствующие друг другу, то есть насколько они соответствуют друг другу, и теперь восточная церковь, нестарианцы учили, что человеческая и божественная природа Ишуа Мессии существовала в нем Бог о бок, то есть одна половинка была человеческая, вторая у него была божественная, Римская церковь учила, что две природы Христа Мессии соединились в абсолютном единстве, но при этом не были одним целым. Третья партия возглавлялась Евтиханами, учила, что две природы Мессии соединились в одну новую природу. Как будто все об одном говорят, но не могут договориться. А почему? Потому что начиналось влияние фактически греческой мифологии в этих вещах. Хорошо. У нас перерыв сейчас несколько минут. в этих вещах темно. Продолжение следует...